Семья. Самое ценное, что есть у каждого человека. Какое идеальное представление об этом богатстве у ульяновцев узнаем прямо сейчас. Обязательно двое детей. Естественно, полная семья. Мама, папа. И бабушка, дедушка, чтобы были. Мама, папа, двое-трое детей. Взаимное уважение, если его нет, то семья разрушится. Муж всегда поддерживает свою жену во всех ее начинаниях, стараниях. Помогает, любит. А дети есть в такой идее в семье? Ну, сколько лет прожили молодые. Если только начали жизнь, не обязательно сразу дети. Конечно, есть дети в семье. Когда у него есть любовь мамы и папы, когда он окружен заботой, наверное, когда он не видит ссор родителей, когда он видит гармонию в семье. Для меня это главное. Идеальная семья, на мой взгляд, выглядит так, когда в семье царит полное взаимопонимание и забота со стороны каждого партнера. А сколько членов должно быть в этой идеальной семье? Ну, это вопрос сугубо индивидуальный. На мой взгляд, достаточно четырех. Идеальная семья, когда все хорошо, когда муж хороший. И жена тоже, и дети. Ну, полная семья. Муж, жена, дети. Сколько детей в твоей семье должно быть? Ну, двое. Мальчик-девочка? Мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Полная семья, чтобы все было хорошо. Полная семья и дети. Которая живет в гармонии, в любви всегда, взаимопонимание у людей. И мы, чтобы просто помогали друг другу, всегда поддерживали. Вот. И занимаясь воспитанием детей. Идеальная семья – это бабушка, дедушка, отец, мать, жена. И целая армия молодых детей. Это любящие родители, дети. Кот. И всегда чистый, уютный дом, в который хочется возвращаться. Гармония, где присутствуют. Друг друга понимают. Ну, надо как можно больше детей иметь. Тогда будет все хорошо. У меня вдовое только. Как минимум, наверное, четверо должно быть. Родителей, два детей. Атмосфера максимально дружелюбная. Чтобы секретно можно было друг другу рассказать. И отдохнуть все вместе. Идеальная семья. Семья, в которой все друг друга понимают. Ведут здоровый образ жизни. И преследуют какую-то общую цель. Хотя бы одну.